с вами пират джек всем здрасте всем привет мне в общем то опять нечем заняться ночью и я вам сегодня хочу рассказать про вот такие шикарные стрелы дир кроссинг арчери sd hunter 6 миллиметров стрела с мясовой карбон достаточно толстый карбон 6 миллиметров внешний диаметр 5 2 по моему внутренний пенетратор 120 грамм 100 грановый наконечник сзади гвоздь в пайной мной и в общем то это такая прикольная стрела которая пробивает просто все подряд даже не останавливаясь это капец ей невозможно тренироваться потому что когда вы стреляете в мишень она пробивает вот так то есть вот тут у вас мишень вот тут ваша стрела при том что обычные стрелы у меня даже вот так никогда не заходит даже вот так никогда не заходят это на всю длину засандаливается соответственно стрела 350 спайн с мясовой карбон как я сказал уже 32 дюйма она приходит то есть шафты приходят 32 дюйма да 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 я как всегда покупаю шафты и сюда наклеил такое маленькое китайское оперение смеха ради хотел его потестировать ну я думал он будет хорошо работать на вот такой вот стреле тоненькой оно работает просто офигительно на такой стреле просто летит все хорошо и шикарно выглядит конечно это достаточно смешно и непривычно но в общем то мне главное по полетные функции они эстетические вот соответственно это все прекрасно летает это все прекрасно попадает я очень доволен стрелы крайне мощные но мне пришлось так сказать немножко пошаманить и настроить их именно вылет настроить под лук то есть не лук под стрелу а стрелы под лук потому что у меня есть мои основные стрелы которыми я тренируюсь это мои линкбои 340 спайн а эти 350 спайна и мне их пришлось подгонять под лук и мои линкбои весят 420 грамм эти весят 580 грамм сборе соответственно вот эти ломы летающие пришлось настраивать под лук для того чтобы я мог тренироваться все время со своими основными стрелами и когда мне надо идти на охоту когда мне нужны действительно пробивающие ламы я беру просто вот эти стрелы беру свой лук ничего не трогаю просто не использую вторую наклейку то есть у меня однопиновый прицел здесь наклеена соответственно наклейка с расстояниями я ее просто подвину отклею подвину и сюда приклеиваю вторую наклейку которая у меня будет для этих стрел то есть она будет с немножко с другими цифрами вот соответственно я просто кручу одну наклейку стреляй основными стрелами на тренировке кручу вторую наклейку, стреляю на охоте. Все просто. Вот. Главное, кстати говоря, по затупке не перепутать наклейки. По привычке не стрельнуть по второй наклейке. Ну, по основной, по которой буду стрелять все время на тренировках. Вот. Что я могу сказать про эти стрелы? Стрелы хорошие, летят хорошо, достаточно устойчивые к поломке, к попаданию вот во что-то жесткое, если они выдерживают попадание, не крошатся вот в этом месте. Потому что пенетраторы без юбки и вообще мог расслаиваться здесь карбон. И должен вообще по идее расслаиваться карбон, потому что не самый хороший карбон. Вот. И он должен по идее вот тут вот расслаиваться. Но, в общем-то, держит все хорошо, все замечательно. Пенетраторы выглядят вот так. То есть, у него очень длинный хвостовик, он стальной этот пенетратор. То есть, он не гнется при попадании во что-то жесткое. Вот. И в общем-то, я очень доволен этими пенетраторами. Хвостовики я использую без пиноков. То есть, вот у меня есть хвостовики с пиноками под 6-ти миллиметровые стрелы. Но мне не понравились сами хвостовики, расцепление, и они достаточно толстые вот так вот. И у меня поэтому они не подходят под мое гнездо, которое настроено под вот эти стрелы. То есть, они у меня там болтаются. Вот. Поэтому я использую вот такие хвостовики. Обычные пластиковые. Обычные пластиковые хвостовики использую. Они прямо один в один, как мои основные хвостовики. И расцепление, и зацепление, и по размеру гнезда. То есть, они прямо и по размеру обмотки, что самое главное, они подходят. Вот. Поэтому я использую такие. И, кстати говоря, мне в них удобнее вклеивать мои гвозди. Вот. Также использование пенетратора. И почему пенетратор? В общем-то, все просто для того, чтобы не покупать новые бродхеды. Берем просто мои обычные бродхеды, просто накручиваем и просто стреляем. Все как бы хорошо, красиво и приятно. Вот. Также, кстати говоря, вот это вот китайские мантеки. Китайская какая-то копия G5 мантек. У меня сейчас далеко лежат оригинальные мантеки. Не буду доставать. Один в один оригинальные мантеки. Только они не матовые, как оригинальные мантеки. У них даже вот здесь вот 100 грант стоит отметочка. Вот. Один в один, как оригинальные мантеки. Тут хвост только чуть-чуть другой. А так летят хорошо, летят прекрасно, сбалансированные. Вот. В общем, рекомендую. Ссылочку на них оставлю. Приятно удивлен. Купил, опять же, на поржать. А оказались хорошие достаточно бродхеды. Вот. В целом, наверное, все про эти стрелы. В общем, если вам нужна какая-то просто жутко пробивающая стрела, просто вот лом летающий. Вот. Берите, рекомендую. Хорошие стрелы. Только единственное, вот, учтите, что ими достаточно сложно тренироваться, потому что они пробивают, реально пробивают. Мишень очень глубоко и очень сильный. Если у вас, тем более, настреленная мишень, они будут ее реально пробивать просто тупо на вылет. Вот. По поводу оперения. Ставить ли вот такое короткое, смешное оперение, как у меня, или ставить обычное, там, большое оперение, там, блейзеры, или, там, куэкспин, или АЕ. В общем-то, это все не принципиально. Я стрелял и с таким, и с таким. В общем-то, летят они вполне одинаково. С этим летят, может быть, чуть-чуть быстрее, там, типа, на пять футов. Ну, у меня просто есть такое оперение, куда я не могу его никуда приделать. И, соответственно, я его сюда приделал, и, в общем-то, радуюсь жизни. Вот. В целом, как-то так. Подписывайтесь на группу, ставьте лайки, покупайте стрелы, стреляйте, веселитесь. Всем пока. Всех обнял. Пишите письма мелким шрифтом. Пока!